скажите мне пожалуйста как давно в канаде как долго вы преподаете в канаде два с половиной года преподаю я наверное двухтысячного то есть уже получается скоро будет 19 лет а то есть вы преподавали там еще да там это где у меня да у меня вся моя трудоводительность это связан с английским языком перевод и преподавание я из петербурга я переехала как переводчик по профессии переводчиками работала переводчиком тоже долгое время преподавала одновременно и переводчиком работала и когда я переехала в канаду я решила естественно думала чем заниматься я решила получить сертификат преподавать лиц ну как иностранного потому что хотелось все-таки именно какая-то канадская бумажка, да, вот, хотелось поучиться опять же в университете посмотреть, я пошла в университет Виннипега, получила грант, и за три месяца я получила сертификат учителя английского как иностранного, почему так мало, потому что, естественно, у меня квалификация есть, опыт есть, уровень английского подходящий, так что прошла эту программу, вот, и начиная с того момента я работаю, я работала и в университете, преподавала группам студентов, иностранных студентов, но в Виннипеге, потом мы переехали в Торонто полтора года назад, и здесь мне удобнее работать онлайн, потому что здесь, конечно, и добираться до работы гораздо дольше, да, и, в принципе, я подумала, что мне бы хотелось работать на себя. Я часто вижу в интернете, обучу английскому языку за 16 часов там, или там за 15 уроков, как вы к этому относитесь профессионально? Скажем так, если у человека стоит задача с нуля научиться рассказать о себе пару слов, да, и пройти куда-то, спросить, как пройти куда-то на улице, то да, на это возможно. Но на то, чтобы освоить грамматику в каком-то минимальном объеме, и письменный, да, язык требует, конечно, больше времени. У меня есть студенты сейчас, которые учили язык с нуля, и, скажем так, после двух лет интенсивного изучения примерно, да, они находятся на уровне интермедиа, что очень хороший результат. Как это определить, вот чтобы человеку, который не знает языка, или еще не начал его учить, чтобы он понял, какой это примерно уровень? Интермедиа переводится как средний, то есть, скажем так, интермедиат уровень, это когда человек говорит довольно свободно, читает тексты средней сложности, новости, да, может смотреть фильмы, при этом он понимает, скажем так, половину, да, всего, что говорится. Вот, то есть это уровень, который позволяет функционировать на английском языке свободно, если ты не работаешь на английском, да, если твоя профессиональная деятельность связана с языком, тогда, конечно, этот уровень недостаточен. Вообще, надо ли учить английский язык, или любой вообще язык, да, надо ли его учить ускоренно, или все-таки лучше это делать академически? Положая руку на сердце, английский это легкий язык. Да, в сравнении с тем же французским, например, французский сложнее, немецкий сложнее, там русский язык сложнее гораздо, чем английский, да. То есть, язык как нужно учить? На самом деле, например, в Канаде вообще подход такой, что грамматика не нужна. Да, но я так не считаю, да, то есть, допустим, в университете, да, когда мы учились в канадском, и нас именно обучали учить иммигрантов, да, нам говорили, что с грамматики начинать не стоит. Я с этим не согласна, да, у меня такой советский больше подход, потому что, что такое грамматика? На самом деле, не все и в Канаде с этим согласны, да. Грамматика, грубо говоря, это конструктор, из которого вы можете собрать любой элемент. Если вы знаете только разговорный язык, какие-то устойчивые фразы, вы, к сожалению, сильно ограничены. Вы можете говорить только на темы, которые вам хорошо известны, и выражать себя очень в ограниченном, да, спектре. Если вы знаете грамматику, вы можете все. Но грамматика это такая вещь, это такая, ну, глыба, да, здоровенная. Ее, конечно, не освоить сразу, поэтому можно начать с какого-то минимума грамматического, но начинать вообще без грамматики я бы не советовала, потому что это потом будет очень сложно наверстать. Ну, вот вы только что сказали о том, что английский язык относительно легкий язык. Ну, мне кажется, что вот, например, для меня всегда это была проблема вот этого сочетания звуков S, вот этот вот TH, там где-то язык надо просунуть, так сказать, между десен, да, или куда-то, я не знаю. Да-да-да, между зубов, ага. Да-да-да-да-да-да-да. Кстати говоря, когда я учился у англичанки у своей в Москве, когда она меня готовила к эмиграции, она мне говорила, что язык надо просовывать между зубов, вот как вы говорите. Другие говорят, что его куда-то там поднеба, так сказать, класть. Что вы советуете людям делать? Вы знаете, к счастью, если мы говорим конкретно про Канаду, то в Канаде, в принципе, акцент и произношение не считаются особенно важными. Ну, страна-мигранка, понятно, да. Акцент, наоборот, даже нас учили, вот опять же, в университете, что акцент – это культурный багаж человека, им надо гордиться. Вот, но при этом есть важное как бы «но», всего одно. Акцент и произношение не должны затруднять понимание. Вас должны понимать. Если вас не понимают, да, с этим что-то нужно делать. И желательно, конечно, за произношением обращаться к нейтив-спикерам. При том, что я, например, как учитель полностью могу человека научить говорить по-английски, в том числе и произношение ему поставить минимальное, да, научить, например, звук в сет произносить. Но, тем не менее, есть масса ресурсов, где ты можешь слушать и повторять за нейтив-спикером. Причем, желательно, той страны, где ты живешь. Но что, британский английский и канадский английский – это абсолютно разные языки. Вот. Если говорить про человека, который эмигрирует, скажем, в Канаду, то есть надо ли ему учиться у носителя языка? Или вот ему надо учиться, допустим, у Лены? Вообще, здесь, опять же, в Канаде, неносители языка считаются лучшими учителями. Почему? Потому что у них есть опыт изучения другого языка, особенно если это язык с другим алфавитом, да, тогда этот человек считается более ценным как учитель, потому что он может понять потребности ученика. И если, например, ну, если, например, канадец, да, native speaker изучил, там, китайский, то тогда он тоже считается отличным учителем, потому что у него есть такой опыт. Например, когда я работала в университете Виннипега, две трети состава на кафедре иностранных языков, на кафедре английского, как иностранного, были иммигранты. И, как мне сказали, да, когда меня принимали на работу, например, восточноевропейское образование, именно языковое, очень ценится именно потому, что отличная грамматическая база, акцент никого не смущает, и люди умеют объяснять. Кстати, насчет акцента. Вы знаете, когда я прожил в Канаде лет пять, наверное, мне начал как-то раздражать мой такой вот рязанский, какой-то дубовый, вот совершенно квадратный акцент, да. И я начал пытаться произносить слова как-то мягче, по-другому немножко, да, то есть вот как-то я пытался вот избавиться от какого-то русского акцента. Вы знаете, стали происходить странные вещи. Когда я начал разговаривать с канадцами, они так вот через какой-то промежуток времени спрашивают, are you Swedish, или вы там, или ты норвежец? То есть они, то есть я исказил вот этот акцент, я от него не избавился, но он стал другим. И в результате я понял, что я вообще потерял свою, как бы, identity, да, то есть я вообще непонятно кто. После чего я перестал это делать. Пусть уж это будет лучше русский акцент, чем непонятно какой вообще. То есть вы считаете, что человеку не нужно избавляться от акцента? И я, и в принципе, да, канадский мейнстрим, основная здесь позиция, именно обучение языкового, от акцента не нужно избавляться. И скажу больше, это же действительно считается очень важным культурным самоопределением, да, для человека, какой у него акцент. Поэтому, и у вас история замечательная, когда ты пытаешься что-то изменить, на самом деле, конечно, есть такие люди с идеальным музыкальным слухом, да, которые могут это все быстро воспринять и воспроизвести, и говорить с канадским акцентом, но большинство, не знаю, там 90% населения этого не могут. Поэтому, знаете, чтобы не тратить ресурсы, которые экран там всем крайне нужны, и душевные ресурсы, и временные ресурсы, лучше направить свое усиленное изучение языка, а не на избавление от акцента. Ну, вы считаете, что вот канадцам все-таки наш акцент не режет ухо. Мне кажется, что наш вот восточноевропейский акцент, он такой довольно резкий, в общем-то. Знаете, у меня было, допустим, два человека, я работала с двумя людьми, один из которых, причем, был преподавателем на кафедре в университете. Язык преподавала эта женщина, она была из Молдавии. У нее был акцент тоже очень резкий, и она говорила практически вот раскатившую такую р. Не как мы, мы все-таки ее смягчаем, да? Ну да, 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 да. Она говорила р, при этом никаких проблем у нее с работой, с пониманием ее на этих спикерами не было. Другой пример, женщина из Польши. Да, поляки, они, в принципе, довольно по языку нам близки. У них язык тоже, там у них и ш звуки, есть и масса звуков, которых нет в английском языке. Вот, у нее был тоже очень резкий акцент, но на самом деле ее ко мне направили с ее работы, чтобы она со мной поработала, и дело было не в акценте. Несмотря на ее сильный акцент, ее все понимали, но у нее дело было в форме, в форме языка именно, то есть как она обращалась к людям. Она была слишком директивной. Если канадец скажет, допустим, пожалуйста, этого не делайте, то русские скажут, don't do it, так сказать, и все. Да, да, вот я точно то же самое хотела сказать. Когда она на работе говорила, она руководила IT-отделом в крупной государственной компании. И когда она говорила людям, делайте то-то и то-то, это звучало очень грубо, да. И ей требовалось научиться использовать, как это называется в Канаде, softners. Да, вот эти вежливые формы языковые, называются softners. Это could you, would you. Потом обязательно похвалить человека перед тем, как сказать ему, что он что-то неправильно делает. Вот нужно будет учиться этому. То есть тут культура и язык очень-очень переплетаются. Еще раз возвращаясь немножко назад, потому что я не до конца услышал этот ответ. То есть канадский вариант английского учить не обязательно? На мой взгляд, нет, совершенно не обязательно. Понятно, что произношение, скажем так, от британского очень сильно отличается, но от американского не так сильно. Если вы учитесь по американскому варианту английского, так вообще все прекрасно. Просто приедете в Канаду, и слова, которые отличаются, да, или по написанию слова, которые отличаются, или по произношению, вы очень быстро воспримите их, запомните. Другое дело британский. Конечно, с британским сложнее. Я просто IELTS преподаю, да, то есть я готовлю людей к IELTS, а IELTS это чисто британский экзамен. Они акценты иногда включают в лиственник, но в основном это британский вариант. Канада это интересная страна, да, они взяли британское написание и американское произношение, поэтому, конечно, язык тут специфический. Не сказать, чтобы он именно тот, который мы учили в школе там в Советском Союзе, да, или там в европейских странах. Но к нему очень легко и быстро привыкнуть. Самые характерные ошибки в английском языке для русского, ну или скажем так, русскоговорящего человека? Я бы сказала две ошибки. Первая ошибка – это порядок слов. Вторая ошибка, которая, в принципе, выходит из первой – это артикли. Артикли в русском нет. И русскоговорящим очень сложно представить, какую вообще, зачем они вообще нужны, да. А на самом деле, как мне говорят на эти спикеры, артикли, отсутствие артиклей или неправильное, их использование, очень режет ухо. Поэтому, для чего нужна грамматика? Артикли необходимо использовать. И порядок слов тоже, это в английском языке, но это база, да, то есть это как раз именно тот фундамент, с которого все начинается. Так что вот это две основные ошибки – порядок слов и артикли. В вашей личной практике, в практике ваших учеников были какие-то забавные случаи, когда вот что-то вот человек брякнул, не то сказал, вот получилась какая-то фигня, в общем, грубо говоря. Вы знаете, вот лично в моей практике такого не было, чтобы это именно было гомерически смешно. Но вот у меня совсем недавно был случай со студентом, да, который сказал, вместо «I work hard» – «I hardly work». То есть вместо того, я вместо «много работаю», я едва-едва работаю. Я почти не работаю, понятно? Да, да, чуть-чуть совсем. Да, то есть вот такие мелочи, которые могут показаться нам незначительными, полностью меняют смысл предложения. Пару лет тому назад я где-то видел в интернете, женщина какая-то писала, что она, я не помню, то ли это Америка была, то ли Канада, она приехала с подругой. И она, в общем, знала там 15-20 слов на английском языке, подруга не знала, в общем, zero там. И, в общем, они куда-то пошли гулять, насколько я понял, и потерялись. Потерялись, уже темнеет, они уже не знают, что делать. Ну и в конце концов она увидела где-то там, сбоку стояло там 5-6 человек каких-то мужчин. И она, значит, собрала в кулак все свои знания в английском языке, собрала фразу для того, чтобы пойти спросить, как им отсюда выбираться вообще. Ну и шла она с идеей сказать «can you help us?» Вот, но пока она дошла, у нее в голове все перепуталось, получилось «can I help you?» И, в общем, эти мужики стояли озадачили, смотрели, так сказать, что эти женщины, которые не говорят по-английски, пытаются им предложить. То есть вот примерно такая идея. Я вот это имел в виду, что такие ситуации бывают, в общем-то, довольно часто, особенно когда путаешь грамматику, да? Ну вот это как раз порядок слов, да, о котором я и говорила, да. Да, таких ситуаций масса случается. И у меня на самом деле были скорее грустные ситуации. А, вот так вот, да? Да, например, у меня одна студентка потеряла работу из-за плохого знания английского, да. А вот это интересно. Да, то есть, например, причем она устроилась на работу, которая требовала минимум языка. Это была, по-моему, это была клининговая служба. Но поскольку она не понимала обращенные к ней речи и не могла ей тоже ответить, соответственно, то есть буквально как пройти и где что-то взять, где тряпочки лежат, ее просто уволили. То есть на самом деле это очень грустно, когда из-за такой мелочи, потому что, знаете, выучить язык на базовом уровне действительно несложно. Английский легкий. Вот, и грустно, что из-за этого можно потерять работу. У меня вот такой вопрос к вам. Я сам в Канаде 20 лет, но я, поскольку я риэлтор, я работаю в основном так просто рекламировался я изначально, что у меня реклама была, в общем, нацелена на русский сектор, русскоговорящий. И получается такая вещь, что где-то через 5-7 лет я понял, что мой английский остановился. Он просто остановился. Потому что, во-первых, вот то, что вы говорили про язык программистов, да, то есть когда ты можешь профессиональными понятиями 15 слов объяснить друг другу, и тебе не нужна ни грамматика, ни какой-то словарный запас, люди друг друга понимают. В профессии, в риэлторской, примерно то же самое. Есть какие-то технические термины, и ты можешь разговаривать с китайцем, с индусом это не играет роли. Ты произнес 3-4 слова, и мы друг друга поняли. Вот скажите мне такую вещь, что делается для того, чтобы двигать свой английский на следующий уровень, чтобы он не стоял, как я сказал, вот после первых 5-7 лет? Я объясню, что нужно делать. Смотрите, у нас есть, в принципе, 4 языковых навыка. Это слушание, письмо, чтение и речь. Так вот, речь и письмо – это продуктивные навыки, это когда мы сами что-то делаем. А слушание и чтение – это навыки, когда мы воспринимаем, то есть какой-то объем через себя пропускаем. Так вот, чтобы язык развивался, необходимо все эти 4 навыка использовать и развивать. Например, я могу привести пример. Вот мы живем в Канаде, мы смотрим фильмы по-английски, мы читаем газеты и книги, но если при этом мы сами не говорим и не пишем, используя все новые слова, фразы, да, лексику, тогда получается, мы не развиваем язык. И у нас только пассивный словарный запас растет, а активный – нет. Поэтому, чтобы язык совершенствовался, чтобы навыки улучшались, нужно обязательно все 4 навыка развивать. То есть, если вы прочитали книгу, посмотрели фильм, нужно обязательно кому-то пойти об этом рассказать, написать об этом статью, написать об этом письмо, используя именно эти слова-выражения, которые вы выучили. А существует такое понятие, какой-то вот список первоочередных слов, от которых ты должен целиться, то есть, чтобы не учить какие-то дурацкие слова, которые ты в другой раз потом и пользовать не будешь. Конечно, даже более того скажу, это стоит составлять себе такой план лексический, да, вот допустим, я переехал, мне нужно ходить в магазин, да, мне нужно, например, ходить там на биржу труда, какого-нибудь карьер-коуч, да, какие мне слова нужны для этого. Или моя профессия состоит вот в том-то и том-то, какие слова мне для этого нужны. Или мне нужно в школу к ребенку пойти, поговорить с учителем, что мне нужно для этого, какие слова там успеваемости и тому подобное. Вот нужно составлять себе такие планы небольшие и учить уже лексику, которая нужна по темам. Вот вы сказали в самом начале, что вы преподаете по скайпу. Есть какая-то специфика в этом, когда вы сидите с человеком, разговариваете через экран? Или это никакой разницы вообще не обладает? Никакой. Нет, абсолютно. На мой взгляд, абсолютно никакой. Есть, конечно, такие люди, но их меньшинство, просто которые хотят именно личного общения. Но, опять же, повторюсь, их меньшинство. Даже группы по скайпу можно вести. Я предпочитаю индивидуальные занятия. Группы – это скорее именно курс, когда ведешь. То есть там немного другая специфика. Но никакого отличия от занятия личного я не вижу. У вас было в практике такой случай, когда человек полный дуб. Вы его учите 2-3 года, а там близко к нулю. Вот не дает. Существует понятие, что не дается язык совсем. Или не бывает такого? Нет, такого не бывает. Все зависит от мотивации. Если есть мотивация, освоить язык даже при отсутствии способностей можно, грубо говоря, выучить наизусть. Я почему спросил? Потому что в моей практике была одна пара, и мужчина утверждает, что вот совсем не дается язык. Я не мог для себя понять, то ли он не хочет его учить, то ли у него действительно это не получается. То есть вы считаете, что такого не бывает? Я считаю, что такого не бывает. Знаете, есть какая вещь? Я вам сейчас расскажу. Это термин такой facilization. На русский можно перевести как окаменение. Да. Я просто не знаю, если он в русском, да, в русской теории обучения английскому как иностранному. Ну, вот здесь есть. Что это значит? Это окаменение. Это когда человек, например, очень-очень давно, вот он приехал 7 лет, работал там трак-драйвером, да, и у него было всего пара фраз. Он их выучил, и все. И он просто не хочет от них отказаться, потому что они там могут быть неправильные, и учить грамматику. Почему он это не хочет, это уже другой вопрос. Это именно мотивация. Но вот это вот окаменение, это очень частое явление в Канаде среди иммигрантов, которые заучивают какой-то необходимый набор фраз, причем очень часто они неправильные, потому что разговорный язык все-таки очень часто грамматически неправильный. Да, и потом с этими фразами они просто не хотят расставаться. Я как-то проводил опенхаус, и это было довольно забавно. То есть заходит черная пара на мой опенхаус и спрашивает, показывает женщину на дверь, что там. Я говорю, Ландри. Она говорит, sorry, я говорю, Ландри. Она говорит, правильно? И идет дальше сзади ее мужчина и говорит ей, Ландри, для меня ощущение такое, что он произнес в точности то же самое, что сказал ей. Она говорит, а, окей, то есть я поняла. То есть бывает все-таки ситуация такая, что что-то ты произносишь как-то неправильно. Каким образом вы чистите вот у людей для того, чтобы они начали произносить так, чтобы их четко понимали? Нет, ну, во-первых, то, что вас не поняли, это совершенно не значит, что вы неправильно произнесли. Я и сама так делаю, и учу своих студентов, что нужно делать comprehension check, спрашивать, перефразировать, да? То есть постоянно должен быть контакт. Если вас не поняли, другими словами объясните, да? Если вас не поняли, спросите, уточните, что именно вы не поняли, да? Что именно вам непонятно? Потому что иногда скажешь предложение, непонятно, какой именно части человек имеет вопросы. То есть всегда нужно спрашивать фидбэк, да? Обратную связь какую-то. И не волноваться, что вы одно слово скажете, и вас не поймут. У меня у самой такое было. Я как-то в Виннипеге еще будучи, попросила попкорн в кинотеатре. Это слово попкорн я раза три повторила, не поняли. Ну, пришлось потом объяснять по-другому. Я не знаю почему, потому что его всегда раньше понимали. Но такое бывает. То есть в любом случае единственный выход – это постоянно налаживать связь между собой и собеседником, да? И спрашивать, перефразировать, если что-то не поняли. Сейчас существует масса всевозможных софтвер, да? То есть я видел какие-то… Я лично не пользовался, но я видел, что есть там ставят микрофон, и ты там начинаешь 155 раз повторять пока слово. Это не совпадет с тем, как оно должно прозвучать для вот этой программы. Как вы оцениваете эти программы? Насколько они полезны, не полезны, нужно, не нужно это? Я считаю, что программы, причем неважно там это по произношению или по заучиванию слов, полезны до определенного уровня, до того же самого интермедиа. Когда ты дошел до интермедиа, то тут нужно заниматься или с преподавателем, или самому, потому что, как правило, весь софт этот разработан для людей, которые начинают с нуля, да, которые элементарий уровня. Вот. А, кстати, вот что касается произношения, нам тоже еще в университете говорили, или потом я сама уже стала с этим работать. Произношение желательно идти, ставить к специалисту, который не учитель английского, а который только произношение учит. Есть, они, причем эти, даже среди неких стикеров учителей, они делятся именно по этому признаку. То есть есть учителя, которые занимаются только произношением. Потому что это, на самом деле, сложная методика, которая затрагивает физиологию, да, весь наш артикуляционный аппарат. Они все эти звуки поют. У них там сложные, да, у них очень сложные методики, которые не имеют ничего общего с обычной методикой преподавания английского языка. То есть учитель обычно просто может рассказать, как формируются звуки. А специальные тренеры, которые занимаются произношением, у них более глубокие знания, и у них другие методики. Поэтому, скажем так, если у кого-то, ну, в силу там, каких-то своих личных задач, именно произношение основное, тогда я рекомендую идти, даже не просто к мейтинг-спикеру, а именно к pronunciation trainer, да, или teacher. У меня есть такие, например, веб-сайты, на которые я сама хожу к учителям, которые произношение ставят, и сама слушаю их уроки, и сама учусь. Но это именно специалисты в одной области. Я уже нахожусь в той стадии, когда я понимаю, что мой английский никогда не будет perfect, так сказать, но, как говорится, I don't care. То есть я такой, какой я есть. Очень многие люди, как у меня сложилось впечатление, они очень закомплексованы, они очень зажаты, и в результате они говорят хуже, чем могли бы. То есть если их разжать, то, ну, наверное, там, я не знаю, грубо говоря, если 100 грамм водки выпьют, так он заговорит, так сказать, лучше меня, наверное, да, ну, условно говоря. Но поскольку зажать, ничего не получается. Есть какие-то механизмы, которые, вот, что бы вы посоветовали, как преподаватель, человеку сказать, слушай, вот, ну, надо как-то немножко разжаться. Вообще я, в первую очередь, я хочу сказать, что я согласна. В освоении иностранного языка очень важны две вещи, да, confidence and fluency, то есть уверенность и беглость. Что такое уверенность? Это не бояться. А что такое беглость? Это тоже очень важно, об этом многие забывают. Это значит не делать пауз. Это когда ты не задумываешься на две минуты, когда ты не ищешь слова, потому что на самом деле нет одного слова, чтобы выразить что-то. Есть масса способов перефранзировать, сказать другими словами. Поэтому пауз быть не должно. И не потому, что ты должен знать все слова. Нет, именно потому, что язык – это конструктор, и мы можем его передвигать по-разному. Соответственно, что нужно делать? Во-первых, желательно поставить себя в такую ситуацию, когда ты просто должен говорить. Например, это было у меня, и я знаю, что у многих людей это тоже было, когда я только что, только что вот окончила свой первый университет, и у меня английский был, скажем так, учебный, а не практический. И у меня первая же моя работа был синхронный перевод в течение, по-моему, десяти подряд часов. То есть там был не восьмичасовой рабочий, а десять часов, и это было в течение двух недель. То есть вот ты сразу идешь и говоришь, все, остановок делать нельзя, и бояться как-то, ну, бессмысленно, потому что десять часов бояться, так помереть можно. Вот. Что делают другие люди тоже? Просто приходят и или выходят на работу, на которой нужно много говорить, или идут на встречи. Есть тут масса conversation clubs, да, различных conversation circles, когда люди приходят и просто разговаривают о себе. Есть networking events, когда ты приходишь и тоже должен говорить о себе с совершенно незнакомыми людьми. То есть это психологический, действительно, момент, когда ты просто ставишь себе ситуацию, ты не можешь повернуть назад, да, и ты не можешь молчать. Вот в таких... Тогда барьер ломается. А когда барьер сломается, тогда уже все остальное будет просто. Лена, я начал рассказывать о том, что я когда учил английский, это была женщина, ну, она была русская, но она прожила много лет в Англии. И поэтому она меня учила немножко такой бритиш-английский. И она мне никогда не произносила таких вот фраз, которые больше популярны в Северной Америке. И вот как раз, когда я приехал в Канаду, я как-то буквально в течение первого месяца несколько раз услышал выражение «вотсап». Или как иногда черные говорят там «вотсап», там, да, они так это через «зет» произносят. И я, честно говоря, совершенно не знал... Во-первых, я не очень понимал, что это означает. Что-то то ли вверх, что это такое, непонятно. И, в общем, я... Ну, по интонации я, в общем-то, понимал примерно, к чему это спрашивается, но не очень знал, как на это отвечать, да, потому что, когда тебе говорят там «как дела?» Ты там есть какая-то... Ну, как у нас в русском языке, там «привет, привет», да, то есть... Я хочу для зрителей... Сейчас мы сделаем паузу, там я поставлю какой-нибудь рекламный ролик, да, а чтобы у них было там 15-20 секунд подумать, что такое «вотсап», что, во-первых, это означает, и самое главное, если они уже знают, что это такое, то что на это принято отвечать. «Вотсап» — это прежде всего начало разговора, ну, как бы перед разговором. Приглашение к разговору. Да, да, очень-очень вы правильно сказали. Да, это именно приглашение к разговору, то есть это формула, на которую нет одного правильного ответа, да, на самом деле можете лякнуть все, что угодно, да. Лен, ну вот аналог в русском языке какой примерно? «Ты как?» Или, ну... Что происходит, да, то есть, ну, как бы в твоей жизни, да, вот примерно такая какая-то идея? Может быть, просто «как ты сегодня?» или «как жизнь?» «Как жизнь, наверное?» Ну, наверное, да. То есть это такой очень широкий вопрос, он подразумевает буквально всю. Да, и он неформальный, да, потому что «как дела?» могут спросить на работе, да, ну, а тут вот САП это скорее именно... Уличное такое, да. Да, да. И на самом деле это от незнакомых людей постоянно слышишь. Вот что, какие варианты правильного такого в попад ответа на этот вопрос? На английском языке я имею в виду. Вы знаете, очень часто говорят, что когда вас спрашивают «как дела в Америке?», не надо отвечать «как они на самом деле». Но на самом деле ничего страшного. Если даже ответишь, это не страшно. Ну и скажешь там, что сегодня тебе не повезло, да. Можно сказать просто «I'm good», «I'm fine», «I'm great». Можно сказать «not so good» или «not so bad». Или можно сказать конкретно, чем ты сейчас занимаешься, да. Я часто слышу, когда говорят «вотсап», а ответ обратной реакции идет «not much». Допустим. Вот что-то примерно в таком духе, наверное, да. Спасибо большое за то, что вы мне удовлетворили время. Это было очень интересно. Ну и посмотрим реакцию зрителей. Да-да, спасибо, что пригласили. Мне тоже, да, было очень интересно поучаствовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!